А у вас в доме такая книга есть? А зачем она нам дома? У вас далёко микрофон, вас плохо слышно. А зачем нам такая книга дома? Затем, чтобы знать волю Божию, которая нас сотворил. Что Иисус умер за нас и ждёт с покаянием. Чтоб жили свято. Они караулили чужих мужиков, а здесь мужики голые валяются. Разврат один здесь. Что тут есть-то? Мы пришли рассказать о Боге, о вечности. Никакой прелюбодеи Царствие Божие не наследует. Он будет с сатаной в огне гореть вечно, после смерти. И мы должны это сказать. Что, у вас вопросов даже нет о душе? О вечности. Сейчас отключите сразу. Начинает прятаться. Вы зачем так намуливались? Прямо и руки, и ноги, и глаза, и всё замазали. А я травой-то. Это же вредно. Где мы чего намуливались-то? Понимаете? Слушай внимательно, только не отключайся. Ян Затавус говорит так. Если Бог не дал красоты, на полтинник её не купишь. А Ипрем Сирин говорит так. Для чего женщины красятся? Это 4 век. Он говорит, чтобы заблечь чужого самса. Больше не для чего. Вот такие пальцы у вас, ногти, вы и корову доить не можете, не стряпать, у вас всё забито. Это же всё мирская дурость. Это мирская дурость. Вот у нас этого нету совсем. Это этого нету совсем. Как это так жить-то? А что делать, если у меня коровы нету, и доить мне некого? Поэтому и пальцы... Ну это плохо. Вот мы сейчас сели за стол. За стол сели, мы в городе. Но мы строим православную деревню с нуля. И, ну у нас там правила определённые, не залгать, пить, курить, материться, воровать. У нас этого нету. И вот мы из деревни там были, 4 месяца. Там другие-то остаются, а мы вернулись в город. И на стол посмотрели, и у нас стоит ровно 10 разных блюд, которые в городе не купишь. Ну то есть купишь за деньги. И морковь тёртая, и картофель в 4 видах, и рыба своя, которую там ловим. И чеснок, и всё абсолютно своё. И молочные продукты, и всё свои. Вы постарайтесь зайти на наши ресурсы. У нас очень богатые ресурсы. У вас скайп есть? У вас скайп есть? Есть. Зарядите два слова, Игнатий Лапкин, это я. И я вам скину наши материалы. А зачем? Зачем оно мне нужно? Кем я ровляюсь? Мне это зачем нужно? Слушать ваши ресурсы. Зачем? Зачем? Как это так? Зачем? Представьте себе, я отвечаю только студентам на 4124 вопроса. Я веду занятия. Для чего мне вас слушать? Вы не знаете один вопрос ответа. Сейчас выключишь, не торопись. Мы для того и встретились, чтобы быть полезными друг для друга. В этом обществе Содом и Гаморра, Бог выжигать всё будет. Мужчина занимается такими пакостями, женщина с сиськами трясёт открыто. Разве это годится так? Мусульман процента 85. Но мусульманки ни одной нету. Они умеют себя хранить. Вы зарядите только в скайпе Игнатия Лапкина. Я вам скину материалы. Видите, в городе, вот я вижу, считаю детское питание. Показывает один, приехал на коляске, и все виды продукции взяли на коляске. Вода, нарзан. И увезли в лабораторию. Все ядовитые до одного. Если бы вы увидели, как у нас люди живут, у нас же некоторые не верят, что так могут жить. А где вы живёте? Алтайский край, город Барнаул. Я Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81-й год. И там вы, если дадите наши ресурсы, тут невозможно дать. А там я бы скинул вам. Вы бы увидели, как живут люди с Богом. Вы староверы? Мы православная церковь, у нас открытая. Православная, которой храмы открыты. Вы не должны пользоваться телефонами тогда и всякими с вами связями. Мы православные христиане. Брат у меня священник, он на 5 лет моложе меня. Вот мы деревню строим, к нам митрополит приезжает, богослужение идёт, всё заснято. Ну всё, до свидания. До свидания. До свидания. С Богом. Мы пришли сюда, в это место разврата, чтобы людям сказать о воле Божией. Чего Бог, сотворивший нас, хочет от нас? Что Его Единородный Сын, воплощённая Девой Марией, умер за нас и воскрес. Почему День Воскресенья называется? И родился он 2019 лет назад. И за этой жизнью, за смертью, потом будет страшный суд. О чём Лермонтов писал. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждёт. Он недоступен звону зла. Это и мысли, и дела он знает наперёд. В этого Бога мы проповедуем. Мы, интересно, можем показать, как вот мы строим с нуля православную деревню. Как можно жить с Богом. Для чего жить? Даже священники отвечают и неправильно. Потому что не смотрят, что Бог сказал. Человека два момента в жизни надо выполнить, чтобы быть спасённым. Всего два. Первое, самое первое, это третья глава Евангелия Тяна. Надо бы наразиться свыше. Получить иное рождение от Бога. А как? Признать себя грешником погибшим. Уверовать во Христа. Принять Его, что Он за наши грехи умер. Обещать и сделать. Жить по Его заповедям. И второе. Быть вводимым Духом Божьим. В послании Кремлянам 8.9 написано. Кто не имеет Духа Христова, тот не Его. А как это? То есть совесть с Богом соединённая. Она позволяет тебе видеть всё чисто, светло. По Евангелию. И вот для этого мы сюда пришли, православные проповедники. Трудно найти здесь человека нормального. Вот сейчас начинаешь, говорит, он сразу пить начинает, что-то хлюпает. Я говорю, зачем пьёте-то? Да это у меня морсво. Ну морсво, зачем ты пьёшь при человеке? Вначале я говорю, две минуты. У меня, я говорю, в университетах пяти, где я был занятием. Двухчасовые занятия без перерыва. Я не позволю стакан ставить на кафедру. Как же так? Люди сутками, неделями постятся. А тут только, говорит, и хлебает, и жуёт. Вы пытаетесь блудный огонь залить гиенский. Я вам поясню, почему это. Вот если вы зайдёте на наши ресурсы, которым равных нет в интернете, вы получите ответ. Я вам говорю, мы находимся в Барнауле сейчас. Барнаул, Латайский край. Я говорю. Я говорю по любви к вам. Господь говорит, вы моё творение. Мы храм Божий. Да я не попаду в рай их уже. Сегодня, что люди смеются. Написано, смех ваш обратится в плач и в рыдание. Так что смех превратится в другое. Написано, блаженны, плащащие бы, они утешатся. Мы пришли с великой миссией. Общество больное тяжело. И поэтому вот эта рулетка послужила особым отстойником для всякой гнусности. Спросишь, а кто её составил? Никто не знает. Школьник, 15-летний, двоечник, Андрей Терновский. И всё собрали суда. Процентов 85 мусульмане, многожёнцы. Половина мужиков голые валяются. Женщины с сиськами трясутые. Совокупляются открыто. Это место гноя. Падаль вся собралась сюда. Поэтому выйдите, не ждите никого. Подпутный с вами не встретится. Пойдите в храм Божий. Помолитесь. Господь устроит жизнь вашу не так, как здесь. Здесь нет святости. Здесь святости нет, повторяю. Здесь грех. Сатана правит бал. Хорошо, я ухожу. До свидания. У вас скайп есть? Нет. Нету. А то бы я дал свой адрес. Вы могли зайти, я бы дал вам свои ресурсы. Большие-большие. У нас YouTube есть. Я пойду, вот сейчас, удалю эту программу дьявола, пойду в церковь утром. Ваша душа, она же не тоскует о свете Божьем. Из этой тьмы вырваться. Все, я ухожу. Иисус умер за нас. Если будешь ругаться, увидишь, что будет дальше. Вот эта книга у вас в доме есть? Да, есть. А показать можешь? У меня, я в другом городе нахожусь. Один в другом городе, другой у бабушки находится, в другой комнате. На 200 человек есть, и никто не покажет. Я показываю вам. Потому что она настольная книга. Ты купи 2-3 Библии, куда не поехала, чтобы карманная была Евангелие. Не смотри на товарищей-то, вам не помогут они. Блудники, разбратники будут в огне гореть в вечном. Мы пришли сюда сказать об этом, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскресли нашего оправдания. Я знаю насчетников. Поэтому надо считать Слово Божие, жить по Святой Библии, по Евангелию, как заповедано Богом. Он говорит, будьте святы, как я свят. Верующего Христа, рожденный от Бога, не грешит и не может грешить. Как говорит в 1-м послании, 3-й главе, Евангелист Иоанн. У вас вопросы о душе есть? Нет, нету. Нет, ничего, да? Все знаешь. Я 57 лет считаю Библию, 57 лет проповедую, и все еще вопросы есть. Нет, нету все. Нету, да? Да, я на работу побежал, до свидания. Ну давай, до свидания. До свидания. Если у вас нет ни Библии, ни Корана, никаких книг, а что вы читаете тогда? Библию. Библию? Библию? Да. А показать можете ее? Пока нет. На 200 человек, которые говорят, что есть Библия, ни один не мог показать. Брехуны. Брехуны. То у бабушки, то в другой деревне, то в командировке. Я показываю, это настольная книга. Евангелие отдельно в кармане должно быть. На кресте повесить после смерти, чтобы другие могли взять. Чего же вы так, мужики, себя распустили? Половина валяется голой. Вы хоть не голые. Приятно. Да и мы вон в тюрьме. Так. Давайте договоримся, что вы ругаться не будете. Нигде ни одного слова. Да нет, конечно. Так. У вас какие вопросы, может, есть? Духовные. О душе, о вечности? А вы кто? Батюшка, что ли? Я вопрос вам задаю. Есть вопросы? Нет? Я могу вам ответить. Потому что я вел много лет занятия в пяти университетах, сразу 13 школ, все отделы милиции, воинские части, заводы и пабрики. Город Барнаул. Три радиопрограммы регулярно каждую неделю. Я отвечаю на тысячи вопросов людям. И хочу вам помочь. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня на всю вселенную такая. Все своими руками. И землю обрабатывает. Первым делом построили храм, школа государственная, дороги. Все за свой счет. Путина мы не ругаем, не виним. Это где-то так? Ничего не слышно. Это где-то так? Я спросить не могу. Вы не бросайте микрофон, держите рядом с собой.